У микрофона Юрий Пронько, это ежедневная вечерняя интерактивная программа на Финам ФМ «Реальное время». Добрый вечер, господа. Сегодня у нас будет интересная тема, интересный собеседник. Ну, собственно, каждый день у нас интересные темы, интересные гости. Вот сегодня один действительно из толковых таких, но крайне провокативных собеседников. А он на меня никогда не обижается. И сразу скажу, мы будем с ним на «ты», потому что нам так удобно, мы не будем делать вид, что мы только что познакомились. — Было бы глупо. — Да, это Дмитрий Потапенко. Добрый вечер. — Привет, Юр. — Значит, напомню, средства коммуникации. — Уважаемые слушатели, вам тоже привет. — Да, значит, со слушателями на «вы», с Пронько на «ты». Но так будет проще просто. И вам будет проще слушать наш эфир. Напомню, единственное наше средство коммуникации. Многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495 для звонков, соответственно. Финам.фм, наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Я советую смотреть, не только слушать, но если есть такая возможность. Потому что Потапенко надо видеть, да, его надо видеть. Вот эта камера, вот эта камера. — А там потом. — А та другая камера, да. — Соседняя. — Вы можете участвовать в нашем разговоре. Тема программы звучит так. «Россияне не желают перемен, не хотят брать на себя ответственность». Я могу открыть небольшую такую тайну, из которой я, в общем-то, не делаю сверхсекретного материала. С Дмитрием на днях мы общались. И вот он мне высказал эту мысль. — Поздравляю тебя с днем рождения. — Да, поздравляю. — Ну, откровенно, давай уж. — С моим 16-летием, как ты тогда сказал. — Да, естественно. — С совершеннолетием. — Еще чуть-чуть и сигареты продадут. — Да, и Дмитрий высказал такую мысль, что, в общем-то, чего ты дергаешься, что-то там все пытаешься изменить. Сами граждане России не хотят этого. То есть ты остаешься при своем мнении. Вот теперь давай расширяй его. Почему так ты считаешь? — Давай это расширять. Значит, вот я исхожу из банального посыла. У нас регулярно говорится о том, что и рассуждается о том, что вот у нас народ и власть как бы не пересекаются. Да нет, ничего подобного. Если посчитать выступление или там почитать, там я даже когда смотрю, собственно говоря, комментарии к каким-нибудь там даже не моим, а просто критическим умозаключениям, в том числе и твоим, собственно говоря, всех все устраивает. То есть основную массу, давай будем объективно, все устраивает. То есть их не устраивает только одно — паечка маловато. Вот это единственное, что их не устраивает. Они хотят видеть национального лидера, национальную идею, везде контроль. Они не хотят отвечать за собственную жизнь самостоятельно. Я это вижу от, ну, знаешь, от банальщины, когда говорят, что надо больше контроля за тем-то, тем-то, тем-то. Вот неважно у вас произошла трагедия там в Крымске. Она говорит, надо больше контроля. За кем больше контроля? Вот еще поставить, что называется, каких-то там ментов, ну, условных ментов. Условных, да. Да, то есть... Тем более их нет сейчас, по факту. Да, по факту их нет. Ну, хорошо, я всегда напоминаю, если кто не знает, у нас количество сотрудников полиции в 33 раза больше, чем сотрудников полиции во Франции. У нас что от этого? Порядка больше. У нас, если мы перейдем... Моя любимая тема бизнеса, это, естественно, количество контролирующих органов там говорят, вот, давайте больше контролировать, потому что будет меньше бардака, условно говоря, не знаю, в предприятиях общепита или там в розничной торговле. Я говорю, и так, для открытия одного заведения нужно 34 контролирующих органов, 600 подзаконных актов пройти. Там проверка раз в три года, там... Цифры контрольные. Да, цифры контрольные. Там проверка раз в 30 лет, за 7 лет моей работы в Чехии, у меня не было еще ни одной проверки, и как-то мы там работали. Я поясню слушателям, прости, очень коротко, что у Димы бизнес не только в России, но и в Чехии, и в Болгарии. Так вот, для справки просто. Да, для справки. Это абсолютно верно. И не только в Болгарии, сейчас еще и Бельгия присоединилась к этому. Я все... Выводишь капиталы? Нет, все существенно хуже. Я не вывожу капитал. Дело все в том, что репрессивная, я подчеркну слово, репрессивная заточка на нашей экономической политике заставляет производить товары не на территории Российской Федерации. По причине того, что загнанные, вот в очередной раз загнанные естественно-неестественными монополиями цифры по ЖКХ, про всем вот этим... Они тут же выносят вообще смысл производства здесь, вот вообще в другую страну. Понятно, что у нас еще есть еще бизнес в Китае, где мы, соответственно, понимая, сколько стоит тот или иной товар, мы понимаем, что здесь его произвести за эти деньги невозможно в принципе. Приведу простой пример, как ты абсолютно точно знаешь, и это знают наши радиослушатели, у меня есть и там своя программа, как говорится. Вот ко мне заходил человечек, который отвечает за пекарей России, да, вот. И мы с ним, я говорю, ну вот подняли тарифы. Он говорит, а вы знаете, вот, когда мы задаем, то есть они задают вопрос аналогичный, там, сколько тарифы составляют в стоимости хлеба у вас? Он говорит, за рубежом. А зарубежный пекарь ему говорит, а меня это не волнует, потому что как только эти тарифы выскочат за полтора процента себестоимости, я по закону имею право закрыть, разогнать все предприятие и уйти. Я говорю, хорошо, а у вас, то есть у нас здесь, он говорит, от 7 до 11 процентов. Полтора и семь, ну хорошо, пусть будет семь с полтом, чтобы... Почувствуйте разницу. Да, это в пять, там, десять раз, что называется. Вот и все. Поэтому рассуждение о том, что... Вернемся все-таки к теме наших... Я с тобой не согласен. Давай. Вот знаешь в чем? Давай. Да, мы возвращаемся к тому, к той теме, которую мы заявили. К себе. Я с тобой не согласен. Во-первых, я считаю, что русский народ, ну и обобща, да, а очень образован по своей сути. Да, он прошел через испытание, которое называется советский период. Так. То, о чем мы с тобой и за эфиром сейчас говорили, да. Но вышли же на Болотную. Вышли. Не вышли. Показали власти, что не согласны. Не показали. Почему так считаешь? Давай объективно. Сколько бы цифр не приводили, предположим, вышло 100 тысяч. Ну возьмем за основу. Неважно. Берем сотни. Не имеет значения. Там 80, 20. Никто не вышел. Я приведу простую цифру. А владельцев недвижимости в Болгарии 300 тысяч. Все. Людей, которые имеют... Вот это просто мы с тобой опять-таки за эфиром вспомнили, куда наши дети поехали отдыхать и где вот сейчас произошел теракт. Просто официальные данные 300 тысяч владельцев всяческой недвижимости в небольшой Болгарии. Что вышло? Да ничего не вышло. В том-то и все и дело, что есть часть народонаселения, и мы в том числе, которые обязаны, я подчеркну это слово, не разделяя себя с народом, нести ответственность за его выбор. А выбор народа дай паечку побольше. То есть ты утверждаешь, что народ не хочет выбирать. А ему не... Это больно. Не хочет брать ответственность. Почему больно это? Почему больно? А потому что жить в том мире, в котором ты ответственен за свою жизнь, это больно. Потому что, опять-таки, продолжая наш телефонный разговор, который послужил, в общем, фактором... Поводом сегодня встретиться. Да, поводом сегодня встретиться. Мы всегда должны понимать, что помимо права, что называется, отвечать за свою жизнь, у тебя есть право и на провал. Ты должен понимать, что да, ты можешь выиграть. Ты можешь стать Юрием Пранько, ты можешь стать Дмитрием Потапенко, но ты можешь стать и последним подзаборным бомжом. И вот это больно. Вот это осознание, что нету корочек... А власть гарантирует, что ты не будешь бомжом? А не факт? Нет, естественно. Она не гарантирует. Но тут ты с себя снимаешь ответственность. Почему мы очень любим внешнего врага? Неважно, американцы, китайцы. Потому что всегда можно сказать, а я не виноват. Даже не к ночи помянутого с тобой отношения к нашему национальному лидеру и вождю. Я всегда говорю, вот скажи мне, тебе ли лично царь-батюшка, что ли, запрещает торговать пирожками? Вот что ты все время там бухтишь? Вот если ты что-то хочешь добиться, иди добивайся от мелкого твоего начальника. Понятно, что родоначальником всей этой галиматьи является царь-батюшка. Но в данном случае ты должен для себя понимать, что да. А почему ты его называешь царь-батюшка? Почему не господин президент? Ну, потому что он царь-батюшка. Причем здесь какое к президентству имеет отношение, когда в 90-х нам просто привели некого товарища, представили, сказали, вот он будет вашим царем. Его кто выбирал? Вы его кто-нибудь знали? Не просто так существует вопрос, типа, а ху-из? Никто же не знает, откуда ху-из. То есть с тем же успехом в 90-х... У тебя очень жесткий русский акцент, я тебе хочу сказать в английском языке. Да, да, да. Я понял. Будем стараться, что называется. Поэтому могли и тебя привести. И с тем же успехом ты бы правил последующие 100 лет до тех пор, пока... Так что мы имеем в России? Вот ты мне скажи, что мы сейчас имеем в России? Мы в России имеем банальный царский режим, совершенно нормально существующий, который одобрен основной массой народа. И это... Одобрен? Одобрен, естественно. Вот до тех пор, пока человек хочет иметь кормчиво, он будет получать царя. Неважно в лице кого. В лице Потапенко, типа, человека в прогрессивных взглядах. Или в лице, неважно, какого-нибудь, не знаю, любого другого, который относится к монархическим взглядам. До тех пор, пока человек не захочет единиться, не выведет из себя раба, и не будет хотеть отвечать за полную полноту своей жизни, как в плюсе, так и ключевой это в минусе, ничего меняться не может. Россия страна рабов? Да. Была, есть и будет. Ты оскорбляешь нацию. Я не... Ты оскорбляешь сейчас нацию. Я ставлю просто диагноз, который, к сожалению, неизменим. Он как был, так и остался. Мы никогда за сто лет никого не выбрали. Вот надо понимать, что вот с семнадцатого года... Да и за тысячелетнюю. Ну, неважно. Вот с семнадцатого года мы ни разу не имели, не предоставили себе возможность выбора. Мы сами себе это не предоставили. Раз мы не предоставляем ее себе, почему некая власть, некий его вождь должен нам ее предоставлять? Поскольку мы ключевое, еще раз говорю, основная масса народа, вот ты его спроси на улице, что тебе надо? Поднимите мне зарплату. Он не хочет иметь каких-то других прав. Это нормальное желание, Дим. Ты знаешь, это нормальное желание в том случае, если человек не будет бухтеть. То есть тут либо пение, либо танцы. Вот если ты хочешь себе получить кормчево, то ты тогда будь любезен, а что ты на кормчево обижаешься? Ну, ты изначально выбирал себе царя. Ну и успокойся, все. Царь о тебе помнит, знает. Если тебе понадобится, напомню, что цари наши выходили на площади и рукоположением даже бы лечили. Кстати, я, между прочим, предлагаю нашей нонешней власти воспроизвести это. Я тебе уверяю, что процент вылеченных от даже смертельных болезней рукоположением будет колоссальный. Это Дмитрий Потапенко, он сегодня в реальном времени на Финам.ФМ. Если вы согласны с мнением моего гостя, то тогда на короткий номер 5533 пришлите смс-сообщение с буквой А. Запускаем смс-голосование, оно будет идти всю программу. Вы согласны с Потапенко 5533, буква А. Одна-единственная буква с вашего мобильного телефона на этот короткий номер. Вы не согласны. Я напомню, что Дмитрий Потапенко сказал, что Россия страна рабов. Вы с этим не согласны и с другими тезисами моего гостя. Тогда 5533, смс-сообщение с буквой Б. 19 часов 18 минут. Это реальное время на Финам.ФМ. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Потапенко. Звонки на 651099,6, код Москвы 495. Финам.ФМ. Это наш портал в интернете. Там идет и прямая веб-трансляция. На портале финам.инфо. И мы вас не просто информируем круглосуточно о тех важных событиях, которые происходят в стране и за рубежом, но и вы можете участвовать в дискуссиях на наших информационных порталах. Вот я тебе хочу сказать. Я не буду. Я тебе сказал. Я не буду тебе говорить о результатах смс-голосования. Тем более мы договорились, что в голосование будет идти всю программу. Я напомню слушателям, в чем суть вопроса. Если вы согласны с позицией моего гостя, то тогда на 5533 отправляйте смс-сообщение с буквой А. Неважно, что вас сцепляет. Да, вот вы что-то услышали о Дмитрии, и вас зацепило, и вы с ним согласны. 5533 смс-сообщение с буквой А. Вы с ним категорически не согласны, как и я, несмотря на то, что мы друзья, я с ним не согласен. Очень хорошо. Я сейчас буду биться за нас с вами, да. Вы не согласны? Тогда 5533 смс-сообщение с буквой Б. 5533 смс-сообщение с буквой Б голосование идет. Дим, ну вот смотри. При всем том, о чем ты говоришь, значит, там вышло всего 100 тысяч, ну пусть будет там 200 тысяч или 50 тысяч, да. Но ведь вышли. И что? И ничего. Показали, сказали. И что? Мы с тобой не согласны. И что? Это бы в рамках математической погрешности. От 140, там, неважно, спустя 140, там, 2 миллиона нас проживает. Вышло даже по всем городам обобщим. Миллион. Вот давай, обобщим. Миллиона не было. Мы это прекрасно понимаем. Вот по всем городам, ну, я, опять-таки, буду пользоваться, там, какой-то бизнес терминологией, там, активных городов, где можно было бы развиваться, там, я оцениваю 53-55. Ну, там, 13 миллионников, 13 полумиллионников, круглая, 26, вот, крупных городов точно, ну, и плюс, там, вот, города от 300 до 500. Эти цифры. Где жизнь потенциально возможна. Да, не просто жизнь потенциально возможна, где, с точки зрения бизнеса, мы всегда рассматриваем, что это места, где можно было развиваться. Вот вышло миллион. В рамках, там, 140 миллионов, это меньше одного процента. Хорошо. Значит, другое, с другого ракурса захожу. В курилках, на кухнях, вот как в те добрые времена, да, ведь обсуждение идет. Ну, идет обсуждение. Люди говорят. Еще раз говорю. Жулики и воры взяли власть. Да и черт. Пилят страну. Да. Миллиарды выводят. Да. Все отлично. Разве это уже плохо? Это уже хорошо. Это ничего. Это вообще ничего. Почему? Потому что при этом... Люди размышляют. Они не размышляют ни черта подобного. Они жалуются в этих курилках на свою судьбу, что они не присосались к нефтяным недрам. Заметь, что 99,9% людей, которые апеллируют, они говорят, вот там некий Абрамович наворовал, а вот недра же принадлежат народу. И чего ты хочешь, ты? Вот ты их называешь. То есть ты думаешь, что они искренне считают, что недра принадлежат народу? Они не хотят... Они не говорят... Они говорят об этом только в том ракурсе, что типа дайте мне, я буду сидеть на зопе ровно, а вы мне в эту зопу, извините за мой французский, как говорила Фаина Раневская, дайте еще пятерочку, потому что вот я сейчас зарабатываю там условно говоря 20 тысяч рублей, а я хочу еще там 5 тысяч евро. Они хотят именно этого. Я всегда задаю вопрос, сынок, а чем ты отличаешься от Абрамовича? Вот ты говоришь, он наворовал, он там присосался к нашему царю и вот как-то пилит. Так ты же тоже хочешь самого. Ты чем отличаешься от него? От того, что это просто, что называется, щипажет? Нет, я знаю массу людей, которые, как и ты, не хотят прислоняться к трубе. Это единица. Они хотят иметь возможность жить, зарабатывать, воспитывать детей здесь, не вывозя туда. Нас таких, вот к сожалению, я тебе сразу могу сказать, единицы. Сколько? Вот твоя оценочная мнение. Я вот грубо говоря, я и схожу, что... 10% есть? Нет. Нет? Нет, я думаю, что это в рамках 5%. Основная масса, пойми... Максимум 5%. Максимум 5%. Потому что люди активные, которые готовы рисковать своей жизнью, в том числе, я говорю, вот что такое... Почему я говорю, все время ссылаюсь на предпринимательство, как на активную такую прослойку? Потому что это люди, которые рискуют каждый день. Они рискуют именно проигрышем, подзаборным проигрышем. 90% из нас, кто начинал бизнес, ну, прости, я не могу называть тех, кто присосались к недрам, но называть предпринимателями, потому что с тем же успехом собака-кони может быть предпринимателем. Просто вот она, ей правильно отписать там должность в совете директоров, там, компании с зажигалкой на логотипе. И я тебе уверяю, что она будет самым лучшим менеджером года. Вот легко просто, вот щелком. Будет вот собака-кони... Нет, почему? Я просто горжусь тем, что в нашей стране проживает собака-кони, лучший председатель правления какой-нибудь нефтегазоносной там компании. Вот понимаешь, это же надо гордиться. Представляешь, сколько будут стоить щенки? То есть ты считаешь, что российский народ в массе своей ущербный народ? Он не ущербный, он не хочет, еще раз говорю, вот... Но это ущербность. Не скажу, не скажу. А что это? Старик, еще раз говорю, рабство это нормальная психология. Когда ты хочешь поставить себе кормчиво, другое дело, что вот после того, как ты ставишь себе кормчиво и человека с хлыстом, так упасть, заткни. Чего ты начинаешь там выеживаться, что тебе там паечка маленькая? Ну, изначально, либо ты уж прими для себя решение, что я свободный человек, для которого я себе выбираю не царя, а назначает менеджера. А что означает назначает менеджера? Это означает, что, например, представим, что президент Потапенко. Представим. Это означает, что ты, как гражданин, с утра, взяв предвыборную программу Потапенко, повесил ее на зеркало и, бреясь, я подчеркиваю это, утром бреясь, к вечеру пишешь там в твиттер Потапенко, говоришь, Дмитрий Валерьевич, какого хрена в соответствии с пунктом вашей предвыборной программы пункт 6 у меня, например, нету горячей воды? Вот банально. Вот до тех пор, пока вот эта вся предвыборная программа не будет ориентирована и человек ключевое не будет выбирать, зная, как снять меня, вот это ключевое надо выбирая уметь снимать. А если мы изначально себя лишили права снимать, то, собственно говоря, мы выбираем себе царя, когда мы задаем вопрос, типа, а кого мы выбрали? Мы царя выбираем всегда. Неважно, причем на каком уровне. Глава управа — это тоже царь. Там участковый — это царь, потому что ты его снять не можешь. Ты можешь написать кучу жалоб, вы можете жаловаться, можете ходить в правком, в райком и далее везде. Но это невозможность снятия менеджера. Как ты подходишь, вот ты бы нанял там, не знаю, какую-то бригаду строителей к себе домой. Ты как сказал? Так, ребятки, мне что-то не устраивает здесь. Вещички собрали, через 15 минут, чтобы я вас здесь не видел. Вот ваша зарплата, все свободно. А, там, хорошо, если бы это было твое предприятие, две недели написали заявление по увольнению, там, по собственному желанию и на улице. А сейчас что? Выбрал, неважно на сколько, на 6, на 10, на 20. Ты выбрал пожизненно. Ты не имеешь права никого снимать. Я опять с тобой не соглашусь. Да нету этого выбора. Понимаешь, нету реальных выборов. А кто его хотел себе взять? Вот кто его хотел себе взять? Потому что реальный выбор... Москва хотела. Это Москва. Москва хотела. Москва это не вся Россия. В Москве рейтинги Путина падают. И бог с ними. Они хоть падают, хоть падают, но он все равно на первом месте. Вот ты хоть рогом упрись. Понимаешь, вот приписки, не приписки, административные барьеры. Но люди хотят паечку. Вот им паечку дай, но только побольше. Они к папе предъявляют единственную претензию. Папа, дай паечку побольше. Раз такая претензия, то... То есть ты хочешь мне сказать, что основной массе нафиг не надо? Ни демократия, ни свобода слова, ни независимые суды, ни политическая, ни экономическая конкуренция. Все это по барабану? По барабану. Вот еще раз говорю. Вот ключевое. Надо удавить вас журналистов. Просто отключить, оставить там 4-5 каналов. А то поставить фаервол на интернет, показывать по всем каналам программы корейского телевидения. Вот я смотрел сегодня замечательно по Евроньюз, как они там на площадях все в военной форме времен. А, вот это. Да, танцуют. Это потрясающе, потрясающе. Еще раз. Понравилось? Я тебе могу сказать, что вот поверь мне, что... Мы не такие. Мы не такие. Мы не будем вот это делать. Нет? Будем. Вот через 3 месяца отключения основных противозаконных таких каналов, как ты, как я. Спасибо. Ну, давай объектив. Я в законе. Я в законе. Это временно. Это все временно. Успокойся. Так. Вот еще раз говорю. Нас на Колыму. По каналу. Фаервол на, собственно говоря, интернет. Оставить там 3 канала. Все эти Live Journal, Twitter, Facebook. Естественно. Все это просто фаерволом закрыть. И я тебе уверяю, основная масса будет плакать, когда мы увидим гроб очередного вождя. Вы согласны с Потапенко? Тогда на 55.33 пришлите мне смс-сообщение с буквой А. Разоритесь на несколько рублей. Не так там большие величины. Мы их все равно поделим. Вы с Потап... Это ложь. Это ложь. 55.33, буква А. Если вы согласны с моим гостем Дмитрием Потапенко. Я сразу вас предупреждал. Это очень провокативный гость. Да, очень провокативный гость. Я с ним могу не соглашаться. Я с ним не соглашаюсь. Но, наверное, есть вот в его словах некое зерно, которое даже у меня поперек горла становится. Потому что... Ну ведь правда, 300 тысяч собственников-то есть в Болгарии. А есть еще замечательный город Лондонград. Не менее. А даже я бы сказал, покруче, чем Болгария. А там какое народонаселение интересное. И все с таким акцентом говорят на английском, что лучше бы по-русски только говорили. А если вы согласны с Потапенко, 55.33 смс-сообщение с буквой А. Вы с ним не согласны. Он вас оскорбляет. 55.33 смс-сообщение с буквой Б. 55.33 смс-сообщение с буквой Б. То, о чем ты говоришь, это приговор? В целом, да. То есть это неизменно? Вот в 17-м году или там в 5-м году совершена кармическая ошибка. То есть вырезана вся... Совершена так называемая социалистическая революция. Во всех странах это вот то, что нас отличает. Совершены были буржуазные революции. Когда, по сути дела, класс собственников свернул некое там, некое дворянское там гнездо. А у нас же, по сути дела, прости, кто был никем, тот стал всем. И вот чтобы создать эту элиту, нужно, называя своими именами, чтобы наш царь в течение лет трехсот плодился, его прапрапраправнуки, может быть, я подчеркиваю это слово, добегут до того состояния... Но не факт. Да, далеко еще, естественно, не факт. Его прапраправнуки, если его не вырежут через полтора-два года, добегут до состояния гражданского общества, которое есть в Европе. Может быть, я подчеркну это слово, потому что надо понимать, что у него тоже нет особых возможностей, потому что мы сейчас лежим полностью под протекторатом, собственно говоря, других стран. Мы принадлежим всем. И когда все рассуждают, любят просуждать, вот нас кто-то захватит. Поздняк метаться, мы уже сами все сдали. Уже не вот эта вся риторика типа Америка наш враг, да она не наш враг, она наш хозяин. Расслабьтесь, все хорошо. Европа наш хозяин. Все, все, вот уже поздняк, вот понимаете, вот ты в наручниках, в кандалах. И если ты хочешь поорать, что типа там Европа плохая, ну хорошо, мы не будем отключить. С таким фальцетом. Да, с фальцетом, да. В них и не будете бухтеть, отключим газ. Они наш покупатель, все. О, здесь и сейчас, в реальном времени, Дмитрий Потапенко, если вы с ним согласны, 5533 смс-сообщение с буквой А, вы с ним не согласны, 5533 смс-сообщение с буквой Б. Краткий выпуск новостей. 19 часов 31 минута, реальное время. Дмитрий Потапенко сегодня у меня в гостях. 65, 10, 99, 6, код Москвы, 495, многоканальный телефон, финам.фм, наш портал в интернете, там же идет прямая веб-трансляция. И что самое важное, сейчас идет смс-голосование. Если вы с Дмитрием согласны, на 5533 отправляете смс-сообщение с буквой А, не согласны, 5533 смс-сообщение с буквой Б. Прежде чем ты начнешь спорить сейчас со слушателями, да, или они будут с тобой соглашаться, я не знаю, ты знаешь, у нас без премодерации, без цензуры, без, вот реальный эфир, вот реальное время, реальный эфир на финам.фм. Я помню, я сидел на той стороне. Да, вот ты мне скажи, что-то может изменить ситуацию? И что? Если да, то что? К сожалению, мы вынуждены будем пройти через еще один переворот, и, то есть, к сожалению, опять-таки. Это экстремизм уже. Нет, это не экстремизм, но переворот этот будет, как и в России все случалось, это всегда будет дворцовый переворот, поэтому власть то, что сейчас делает, это делает, скажем так, ну не то чтобы по глупости, она показывает, для чего подавляется это все. Это не для того, чтобы подавить реально чего-то, а для того, чтобы ближнему кругу показать, потому что они тоже это прекрасно понимают, что дворцовый будет переворот, чтобы ближнему кругу показать, что будете бухтеть, будет вот как с теми, кто внизу. И абсолютно всем по барабану, там, до вот этих девчонок из каких-то там, я не как, как она, пусси райд. Да, там вот эти девочек, по барабану, да, вот этих протестных движух. Это всем показывают, еще раз говорю, они показывают само себя, то есть своему ближнему кругу, что я силен, мы сильны, и будете бухтеть в ближнем круге, я вас всех упеку. Если я могу сделать такое с какой-то мелкой шелупонью, то представьте, что я могу сделать с вами. А у меня на вас знаете сколько компромата? Так что это абсолютно нормальное поведение. Другое дело, что это все равно не даст того эффекта, который нужен. Все равно, вот точно так же, как там в Сирии, ближний телохранитель пристрелил там одного из военачальников, оно так и будет. Даже это вырезание, оно все равно не помогает, потому что все равно придет тот, кому ты будешь доверять, и ты даже не поймешь, где ты его обидел. Отловить это невозможно, физически невозможно. Да, демократия это очень сложный механизм. Да, система сдерживания противовесов, которая существует в западном мире, управлять этим сложнее. Потому что надо понимать, что с точки зрения управления государством, любым, авторитаризм более выгоден, банально выгоден. Он проще в управлении. Сказал, упал, отжался. А когда тебе придется приглашать большой круг людей и с ними обсуждать, типа, а как вы считаете, а как вы считаете? А так ты сказал им всем, они все свои, свои родственники. Но, тем не менее, еще раз говорю, другого пути нет. Но от обычных граждан что-то зависит? Нет, конечно, безусловно. Нет, вообще. От обычных граждан зависит только собственное самоопределение. До тех пор, как обычные граждане начнут хотеть нести полноту ответственности за свою жизнь, в стране ничего меняться не будет. До тех пор, пока граждане будут ждать манны небесной, ничего меняться не будет. До тех пор, пока гражданин не будет хотеть иметь свободу и быть свободным гражданином во всех смыслах этого слова, как в положительном, так и в отрицательном, ничего поменяться не сможет в государстве. Дмитрий Потапенко идет смс-голосование. Если вы согласны с ним, то на 55.33 отправьте смс-сообщение с буквой А. Не согласны, на 55.33 смс-сообщение с буквой Б голосование идет. Вот понимаешь, то, о чем ты говоришь, это не просто приговор. Это получается, что вот в нашей жизни, в нашей жизни повседневной, да, а не через год, не через два, не через энное количество лет... Я тебе хуже скажу, даже в поколении твоих внуков шансов на изменения в России, они нулевые, если не сказать, что отрицательные. По причине того, что еще раз говорю, вот мы смотрим на Беларусь, готовит конкретно сына. Да ладно, вроде как говорят, шутит. Ну, знаешь, в каждой шутке есть доля шутки. Вот это не более того. Здесь такая же ситуация. Вот через сколько лет начнет возникать понимание, что да, демократия и вообще альтернатива... Что такое демократия? Демократия это всегда альтернативы. Это что я называю политической, экономической конкуренцией. По барабану, да. Вот это альтернатива в экономике. Ты сейчас у власти, завтра ты ее лишился. Да, да, да. В рамках закона. В рамках закона. Альтернатива в магазинах. Это альтернатива в возможности получения бумажек или не получения бумажек. Везде есть альтернативы. И гражданин свободный выбирает и несет ответственность. То есть у него ключевое. Несу ответственность и выбираю. И никак вот эти два фактора, пока они не будут в голове у человека, неразделимо жить. Что выбор это несение ответственности. А не выбор это я выбрал. Ну и типа, а что, теперь я выбрал. Ну вот это теперь пусть он там кто-то отдувается. Ничего, физически из себя раба выжить невозможно. Если ты изначально не захотел этого. Никакой внешний фактор, никакой ни бог, ни царь, ни пранько, ни потапенко не может заставить не быть человека рабом. Только когда он захочет быть свободным и нести ответственность за это. Другими словами, нынешняя власть соответствует тем ожиданиям, которые предъявляют общество. Абсолютно. Она просто, у нас есть пуповина вот этого сращивания. Все говорят, народ и власть там, это антагонисты. Да нифига подобного. Поскольку народ хочет, чтобы его окормляли, имели, извините за физиологический смысл. А власть его имеет. И единственная разница в понимании. Власть хочет, чтобы она нас трахала и при этом еще мы ее за это любили. А народ хочет, чтобы нас трахали, но не больно, но любили. У нас все равно есть пуповина. И вот эта пуповина, она неразрезаема. А прости меня, власть это менеджер. Это не единокровное дитя. Это человек, которого ты нанял. Нанял, пригласил, написал заявление, пошел нафиг мальчик. Все. Вот до тех пор, пока взаимоотношения к своим выборам, решениям, к своим движениям, а не к движениям какого-то там человека с мигалкой, с ксивой, не будет вот этого. Пока ты не будешь тратить время на то, чтобы строить их, нихрена в этой стране проходить не будет. Я тебе приведу простой пример. Вот захожу в гостиницу «Украина», но не «Рэдисон». Мне останавливают меня там охранники, говорят, «Значит, вы знаете, у вас гражданское оружие с собой». Я говорю, да, безусловно, разрешенное к обороту. Он говорит, вы знаете, у нас с этим нельзя. Я говорю, на каком основании? Это что у нас, что здесь вот такое? Он приглашает, он говорит, сейчас старшая смена. Подходит старшая смена, говорит, вы идете в заведение, где проводятся массовые мероприятия. Я говорю, простите, какое массовое мероприятие проводится в гостинице? Какой фильм идет? Мне хотелось бы узнать сеансы, чтобы я уж... Я иду в гостиницу, конкретно в свой номер. Ну, там я шел реально не в номер, а в запись, но там у людей был арендован номер. Говорит, вот если бы у вас был арендован номер, то вы можете пройти. А если не арендован, я говорю, так, стоять. Вот у людей арендован для меня номер. Так вот, я честно себе могу сказать, я потратил полчаса, я осознанно, я остановился, несмотря на то, что я пригласил человека, который арендовал этот номер, с кем у меня была запись. Люди там заплатили аморальные деньги за то, чтобы сделать со мной эту запись. Я говорю, вот посмотрите, как оно происходит здесь. Чтобы вы больше, я потратил полчаса их и свое время, чтобы вы больше здесь никогда не проводили видеосъемки. Я осознанно потратил на это время. Точно такая же была ситуация в гостинице Holiday Inn на Сокольниках. Спускаюсь с конференции, до выхода остается 5 метров, сидит какой-то мальчик, охранник. Говорит, здесь выхода нет. Я говорю, подождите, вот я пройду. Он говорит, здесь у нас находится фитнес-клуб. Вот если бы вы были членом фитнес-клуба, то вы пройти здесь можете. Я говорю, вот до выхода, говорю, осталось 3 метра. Вот реально 3 метра. Вот я вижу этот выход, это выход на улицу. Нельзя. Я останавливаюсь, говорю, юноша, как вы считаете, вот что вы будете делать, как чоповец, если я начну прорываться? Он такой тупит. Я говорю, знаете что, давайте вот вызывайте, говорю, старшего смены, менеджера отеля, вызывайте того, кто будет. Так прости меня, я почему привожу эти примеры? Это примеры работы частных структур. Мы везде сами себе рабов понаставили, сами себя рабами сделали, и потом еще удивляемся. И кить твою мать, как страна неправильно развивается? А я тебе привел простые примеры. Да, я потратил полчаса, я осознанно трачу на это время, останавливаюсь и буду тратить. Потому что, несмотря на то, что я считаю, что Россия страна рабов, но только мы, ты, я, вот те люди, которые вышли на площадь, только они, неся ответственность за то, что Путин их президент, я подчеркну это слово, он твой и мой президент, только мы, делая, тратя вот эти полчаса, от своего времени можем создавать страну. Другого варианта нет. Не будет никого другого, кто кто-то сюда придет, и вот начнет эту ситуацию раскачивать. Потому что, еще раз говорю, 90% устраивает быть рабом. Верхняя власть, их устраивают рабы. Вот эта прослойка, мы нахрен не нужны этой стране, но мы обязаны занести ее ответственность. Это Дмитрий Потапенко. Если вы с ним согласны, то на 55.33 отправьте, пожалуйста, смс-сообщение с буквой А. А если не согласны, 55.33 смс-сообщение с буквой Б. Пишите на финам.фм, там идет и прямая веб-трансляция. Звоните на 65.10.99.6, код Москвы 495. Вы в эфире, как вас зовут? Добрый вечер. Добрый вечер, Илья меня зовут. Да, Илья. Знаете, ну я соглашусь полностью с Дмитрием. Действительно, в подавляющем большинстве населения нашей страны нафиг не впало там за что-то отвечать. У него все прекрасно, все хорошо. Дядю Вову показывают вечером по телевизору, как он носится, заботится о народе, и все здорово. Да и я, и мои друзья, в общем-то, наверное, успешные молодые люди. Мы на медицинги ходим, на все, да, не пропускаем ни одного. Мы когда общаемся между собой, каждый понимает, что да, мы не готовы полностью нести ответственность даже за себя, за свои семьи, находим где-то свои какие-то грешности. А что же говорить там за властью, тем более за весь народ, который об этом часто даже не задумывает. Вам не страшно за будущее? Мне... Я опасаюсь за будущее. Я, естественно, буду продолжать дальше, да, высказывать позицию, как бы страшной это ни было, да, с весновыми законами наших, уважаемых господ, законодателей. Ну, а что делать? Я уезжать отсюда принципиально не хочу, хотя очень многие мои друзья... Я МГУ закончил, у меня средний балл, я не хвалюсь, да, у меня средний балл 5.0. У нас лучшие студенты МГУ, закончившие, я кем-то в культе закончил в 2008 году, лучшие либо уехали за рубеж занимать науку, либо, как и я, ушли в бизнес, потому что мы хотим работать честно. А работать честно и получать достойную зарплату в науке невозможно. Да, спасибо. Мне, конечно, страшно, да. Это абсолютно нормально, кстати, коллеги, все, кто меня слышит. Если вы думаете, что Дмитрий Потапенко такой безбашенный, ему не страшно, я вам честно могу сказать, мне страшно зачастую каждый день выходить на улицу. Я вам честно могу это откровенно сказать. Когда утром просыпаюсь, мне страшно выходить на улицу, потому что с той гражданской позиции, которая у меня есть, я нахрен не нужен этой стране, я со своей экономической свободой нафиг не нужен власти, и я являюсь ее врагом. Более того, естественно, я как барыга-спекулянт, я прекрасно понимаю, что, естественно, многие мои, в том числе и покупатели, которые приходят ко мне в точке общепита, в точке ритейла, они так же ненавидят меня, неважно за что. Они не разбираются, им что-то не понравилось, они считают, что я барыга-спекулянт, подонок, халуй и далее везде. И да, это тяжело в нашей стране жить, но эту позицию, ребят, вы уж, я, например, ее выбрал, я могу сказать, да, мы ведем, я имею бизнес и зарубь ежом, но я сразу могу сказать, это наша страна, это ваша страна. Да, и мы несем ответственность Путин, наш президент, но мы несем за это ответственность. Василий из Воронежа пишет, не согласен с Дмитрием Потапенко, все больше и больше сталкиваюсь с молодыми людьми от 18 до 30 лет, которые отчетливо понимают, что от нашего государства ждать ничего нельзя, и что если хочешь чего-то добиться, то надо самому делать первые шаги. И вопрос, что думает Дмитрий о перспективах нового поколения, кому сегодня 20, 25, 30 лет. Но ты, по-моему, сказал то, что и праправнуки, да, не дождутся перемен. Здесь есть одно, значит, я очень рад, что Василий, да? Да, Василий, что наш коллега Василий сталкивается с такими людьми. Более того, я не скрываю, я был на форуме Силигер. Я выступал 10... Меня не шокируешь, потому что у меня уже несколько гостей. Я еще раз подчеркну, я в услышание заявляю, я был на форуме Силигер, я выступал там 10 часов, без перерыва. Я отвечал на... не знаю, на какое количество вопросов я ответил. То есть, по сравнению со мной наш президент любого формата, как говорится так, мальчик в сторону... Я подчеркну, я 10 часов без перерыва. И я видел, ребят, там 300 человек, которые приехали на форум и относятся вот ко всей шумихе с флажками. Ну, знаете, если власть когда-нибудь захочет форум Силигер использовать с точки зрения политической агитации, то, в принципе, она местом махнула. И ребят надо было других вести. Потому что вот те люди, которые туда приезжают, ну, предпринимательские, а не на политические смены, ну, в общем, скажем так, Навальный нервно курит в стороне. Ну, то есть, ты согласен с Василием, там надежда есть. Но этих людей мало, ты пойми правильно. Я все равно говорю... Мизер. Вот мы с тобой, еще раз говорю, посчитали, грубо мы объединили, что таких людей там, хорошо, пусть будет их там 3%. Дмитрий Потапенко, в реальном времени вы с ним согласны, 55.33 смс-сообщение с буквой А, не согласны, 55.33 смс-сообщение с буквой Б. 19.48 ваши звонки на 65.10.99.6, код Москва-495. Не можете дозвониться, тогда пишите на финам.фм. Там идет и прямая веб-трансляция. У нас всего 12 минут, поэтому я буду лаконично... Дим, я тебе также предлагаю лаконично отвечать, да, и к слушателям такое же обращение. И, напомню, идет смс-голосование. Если вы согласны с мнением моего сегодняшнего гостя с Дмитрием Потапенко, то на 55.33, пожалуйста, отправьте смс-сообщение с буквой А. Не согласны, смс-сообщение с буквой Б. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. Добрый вечер, Григорий. Угу. Я, к сожалению, тоже соглашусь с вашим гостем. Что ж такое-то, а? Так. Ну, видимо, страна у нас такая. Что вы хотите, если после 17-го года у нас вырезали лучшую интеллигенцию, которую могла думать? Вы знаете, я вот даже по эфиру слышу такие мнения. Хорошо бы вернуть дедушку Сталина. И вообще в Советском Союзе было все замечательно. Ведь и такие мнения, Григорий, тоже есть. Вы знаете, про дедушку Сталина я категорично не соглашусь. Просто, наверное, действительно стоит подождать. Ну, что-то активно пытаясь сделать еще 300 лет, потому что интеллигенция сама по себе не вырастает, и думающие люди тоже. Меня не устраивает. Спасибо. Меня не устраивает 300 лет ожидания. Меня не устраивает. У меня одна жизнь, Дима. Я понимаю. Я хочу жить в свободной стране. Юра, я тебя могу успокоить. Я тебя сейчас могу успокоить. Ближайшие 300 лет, большую часть из них, ты будешь мертв. Да, спасибо. Так что, в общем, в принципе, ты можешь не переживать. Цинизм твой у меня порой, конечно, поражает. Нет, ну согласитесь, это существенная правда. В общем, поэтому тебе не очень долго мучатся. Так что вот это... Если тебя это как-то обнадежит, я хотел тебя обнадежить. Нет, я хочу здесь, сейчас выбирать парламент, избирать президента. Нет, нет, нет. Независимый суд имеет возможность свободно говорить. Для этого билеты в Лондон 649 евро. Я не хочу в Лондон. И я не хочу. И там делать нечего, еще раз говорю, потому что 5 лет ты потратишь только на то, чтобы прийти в точку. Да, но при этом ты как-то мне сказал, что я рано или поздно все равно отсюда уеду. Едешь, да, безусловно. Еще раз говорю, вот все зависит от того, насколько дальше власть будет, что называется, дурковать. То есть вот это дуркование с закручиванием гаек, оно может очень сильно экстраполироваться. То есть оно может и закрываться, и вольняться, и черные списки, и белые списки вводиться. И всех, что называется, под ружье ставить и объявить войну, не знаю, там какую-нибудь Буркина-Фасо. Ну что, ну, должна быть какая-то объединяющая идея. А ты не думаешь, что у власти вообще механизм самосохранения должен в какой-то момент сработать? Нет, а он у них очень хорошо срабатывает. Еще раз говорю, авторитарная система с точки зрения экономической модели управления более выгодна. Для них все хорошо. И для них задача назначать просто своих детей. Собственно говоря, они это везде так и делают. Поэтому с точки зрения самосохранения они все создали. Ты никак это облако разрушить не можешь. Для них не нужны выборы. Я на их месте бы, честно скажу, что я бы не только взял бы единый день голосования. Я бы, во-первых, перенес бы весь единый день голосования за все, неважно что, пофигу Мороз. Голосовать предлагаю в августе, числа 10 или 5. Совет Федерации завернул этот законопроект. Это зря. Валентина Ивановна Матвенко сказала, что нас все обвиняют, что мы совсем согласны. Нет, вот мы завернули это. Ну, неправильно. Вот все-таки я считаю, что надо голосовать числа 5 августа, когда все в отпусках. Плюс ко всему обычно на август происходят какие-то катаклизмы. Не дай бог. Ну, они всегда происходят, поэтому как-то уже так... Поэтому, собственно говоря, неважно за что, они бы проголосовали. Причем я бы это вообще голосование отменил, к чертовой матери. А их просто бы назначил просто там, что называется, удельными князьями. Чего морочить голову? Запад, скажут, циц. Да какой там Запад? Запад и так нами управляет. Если Западу нравится название не князья, а бояре или там губернатора, давайте не вопрос, какие буквы будут на табличке, мне все равно. Запад и так управляет этой страной, потому что, прости, без западных денег, то есть без продажи нашего сырья на Запад, России не существует. Синичный пессимист Дмитрий Потапенко сегодня в реальном времени на Финам.фм. Звонки на 651099.6, код Москвы 495, письма на финам.фм. Не забываем, идет голосование. Вы согласны с Потапенко тогда на короткий номер 5533 смс-сообщение с буквой А, не согласны 5533 смс-сообщение с буквой Б. Вы в эфире. Добрый вечер. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Василий Пупкин. Отлично. И? Я хотел, меня знает вся страна, президента Путина тоже знает вся страна. Я хотел задать вопрос, кто такой Дмитрий Потапенко? Отлично. Да, Василий, пожалуйста, Дмитрий Потапенко, отвечайте. Я гражданин этой страны, ну какой-то предприниматель мой максимум. И то широко известный в узких кругах с Василием Пупкиным. Я, кстати, абсолютно согласен. Лицо абсолютно неизвестное. То есть начинается разговор по принципу «ты кто такой?» Нет, ну почему? Человек имеет право задать вопрос. Хуис. Тем более ты со своим русским акцентом. Да, хуис за Дмитрия Потапенко. В общем, я не определяющее лицо абсолютно. Я высказывающий. Ты такой же гражданин, как и все остальные высказывающие. Ну так же, как и Василий, да, имел право. Имеет право. Дозвонившийся в реальное время на финал. И оно абсолютно реальное. Задать этот вопрос, да. Российский предприниматель. Кто не знает? Российский предприниматель. Не принципиально. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Да, Владимир. Вы откуда? Из Москвы? Да, я из Москвы. Я бы хотел сказать, что я немного не согласен. Точнее, я в корне не согласен. О, отлично. Давайте так, так, так. Мне не совсем понравилась его аргументация. И не совсем понравился его способ, как сказать, которым он выражал, как себя вести прогрессивные граждане. В частности, например, владелец бизнеса должен написать, сказать своему сотруднику, вот тебе бумага, лист, пиши заявление на увольнение в течение двух недель, это неправильно. Человек, который уважает гражданские права, который занимается своим бизнесом, так со своими работниками, даже если они ему не нужны, прощаться не должен. Это первое. Во-вторых, он сказал, что авторитарные режимы лучше, более устойчивы к экономическим кризисам. Я думаю, это тоже в корне неправильно. А на самом деле истина где-то посередине. Она где-то посередине. Такого нету, что во всех странах мира 100% населения, они все время думают о своих гражданских свободах. Нет. Вот я, например, как-то общался с американцем, ну, он был экспат, он был во многих странах, да, и мы беседовали с ним. Я ему это рассказывал о карте, которую я видел в интернете. Ну, такой рисунок с подковом на американцев, когда они не знают, где какие страны находятся. Так вот он сказал, что 100% американцев, они никогда не уезжали из Америки. Им это не надо. Но это не делает Америку регрессивной страной. В этом плане в любой стране есть, да, есть класс, который устраивает все. Лишь бы были деньги, ну, не на выпить, а хорошо поесть, там, ну, вот, в принципе. Так, так, так. И больше ничего не надо. Креативного класса ему немного нигде. И точно так же нужно понимать, что воруют, как у нас любят говорить, тоже везде. В той же Европе, в Америке, там тоже есть коррупция, там все те же самые проблемы есть. Но только они еще не забывают о том, что у них есть государство, то, чего нет у нас. А, подождите, а то, что вот сейчас возглавляет господин президент, это что? Это не государство? Ну, вы знаете, я боюсь, что нет. Я боюсь, что нет. Кстати, Дмитрий говорил, что по всем вот этим вот опросам общественного мнения, все-таки у Путина большинство голосов. Я с этим тоже, в принципе, не согласен. Да, Ладонин, спасибо. Простите, что перебиваю короткий твой ответ. Ну, это даже не вопросы были, а комментарии. Это комментарии были, да. Просто первое, то, что американцы не выезжают из страны, это несколько по другой причине, поскольку в Америке бываю регулярно, просто в Америке, грубо говоря, хочешь покататься на горных лыжах, там есть все. Там бессмысленно куда-то улетать. То есть так же, как очень мало единицы, кто были из россиян в Америке, потому что еще перелет 10 часов. В общем, незачем американцам... И не дешевый, кстати. И не дешевый, да. Даже американцам незачем вылетать куда-либо. Там просто реально все достопримечательности есть на любые вкусы, и это несколько другая причина. То, что, скажем, я не говорил про то, что авторитарная система устойчива к кризису, я сказал, что она более экономически целесообразна с точки зрения управления. Она менее требует, меньше требует затрат как денежных, так и административных. Поэтому, то есть немножко я все-таки попытаюсь расшифровать. Ну, а как должен обращаться работодатель со своим сотрудником? Ну, в общем, в любой стране мира, если ты работаешь плохо, работодатель обращается одинаково. Собрал вещи, пошел вон. Вот и все. И именно так это с точки зрения не работодателя, а с точки зрения клиента. То есть я еще раз говорю, я как клиент именно так хочу, чтобы работодатели, я подчеркиваю, я как клиент хочу, чтобы именно работодатели так обращались с сотрудниками. Знаешь, меня в этой ситуации поражает один такой момент. В последнее время я очень часто из госпропаганды слышу, что воруют везде. Госпропаганда эффективно работает. Безусловно. То есть это да, то есть чтобы оправдать свое воровство жуликов здесь, да? А вот ты посмотри, да они ничем не лучше. Конечно. Ваша там многоточная демократия. Естественно. Развита. А тем более лидера оппозиции. Меня поражает. Я сегодня в твиттере написал, я устал от того, что государственный канал, который почему-то себя называет информационным, да, и существует на деньги налогоплательщиков. Бывшая общественная российская телевидение. Не, 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 не. Это круглосуточный информационный канал. Есть такой, да. У него пафосно в названии есть слово Россия. Они сообщают мне про Сирию, про Гондурас, про США, про все что угодно. Россия на 125 месте. Я вчера заметил специально 3 часа атака на духовных лидеров мусульман Татарстана. Думал, когда пропаганда начнет об этом говорить? Она начала говорить через 3 часа. Все уже знали. Информационные агентства сообщили. Финам.ФМ сообщили. Все сообщили. Они молчали. Им отмашку не дали. Они не знали, как это подавать. Я устал вот от этого. Это и есть пропаганда. Спрашиваю социологов, работает эффективно? Более чем не говорит. Естественно. Более чем. Они правы. Добрый вечер. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. Погромче чуть-чуть. Как вас зовут? Добрый вечер. Это Павел. Да. Вы пару раз цитировали мою фразу насчет имитации. Я вам сегодня подбросил еще одно для дальнейшего цитирования. Она идеально вписывается в вашу дискуссию. Он в гениальном фирме Захарова, по гениальным действиям, который построил фиш, говорит, что декан умен, он нанял, но губернатор оказался еще умнее, он нанял и зрителей. И вот, к сожалению, все из нас, это зрители, которые сидят в зале и аплодируют по этому одному проценту на сцене и при этом боязливо оглядываются на вид в воздух. Что скажет губернатор? Да, спасибо вам. Это реплика. Добрый вечер, Вячеслав. Как вас зовут? Добрый вечер, Евгений. Да, Евгений, очень коротко. Ну, хочу согласиться с Дмитрием. Аплодирую, стоя по поводу полчаса потратить времени. У нас все хотят, чтобы вот вышли на улицу и сменили власть одного царя. Плохого заменили на доброго. Это должен каждый человек, приходя, допустим, в тот же ДЭС, и которому не дают элементарную какую-то справку, тратить эти полчаса, заставлять руководство этого ДЭСа писать причину отказа. И вот таким образом мы можем свергнуть эту власть. Замените только слово «свергнуть», «поменять». Не надо вот таких слов произносить в эфире. Не потому, что я боюсь нового закона о клевете. Ну, просто зачем? Это звучит жестко. Сменить. Это нормальная процедура в рамках закона. Ну, я бы сказал, что немножко чуть-чуть жестче и чуть-чуть мягче одновременно. Надо не поменять фамилиями отчества, а нужно изменить систему принятия решения. ДЭСа не должно быть. И вот итоги СМС-голосования. 88,85% слушателей реального времени согласны с Дмитрием Потапенко. 11,15% они согласны. Результат убийственный. Все. Без комментариев. Всем спасибо. Дмитрий Потапенко. Реальное время. Финам. ФМ.